однако здравствуйте в эфире дискуссионный клуб по вселенной гарри поттера 8 уже выпуск рубрика в которой я отвечаю на ваши вопросы об этом волшебном мире а заодно и сам узнаю немало его тонкостей минимум монтажа максим болтовни с момента последнего выпуска прошло уже больше года сам шоке если честно и возможно вы уже подумали что все загнулась рубрика а вот хрен там плавал что же в качестве своего искупления я хотел сделать видео более продолжительным чем обычно ответив на практически все заданные вами за год вопросы кроме совсем уж криво сформулированных за столь долгий срок их накопилось немало аж 136 штук и поэтому отвечая на них я понял что видео растянется совсем надолго и несмотря на мою привычку делать длинные ролики я решил что разбить этот на несколько будет гораздо более лучшим решением и вам интересней ну и мне в какой-то степени тоже выгоднее и да кстати не забывайте что если вы смотрите этот ролик значит вы находитесь под моим заклятием немедленно распространить его между любителями этой вселенной ну что приступим меня вдруг заинтересовала одна вещь связанная со старшей палочкой в чем именно состоит ее мощь насколько я понимаю палочка вообще в гарри поттере это своего рода проводник помогающий волшебному волшебнику концентрироваться и колдовать с меньшими усилиями но палочка сам по себе магию творить не может но не скажи во первых это как выяснилось не просто проводник и она не берет на себя часть никаких усилий и высвобождая условно говоря ресурсы и во вторых как мы видим из седьмой книги палочка все-таки может колдовать и без колдуна правда в крайне необычных ситуациях очень редких но ключевое слово может значит она нечто большее чем просто палочка с сердечником по факту могущественные колдуны выходили из уагаду а там напомню колдует щелчком пальцев кстати этот финт нам продемонстрировал квирл перед зеркалом ей належ воплотив огонь в первом фильме уж не знаю было ли это обосновано или просто для эффективности точнее для эффектности так сделали но смысл вы думаю уловили но в какой-то степени до палочка еще является неким проводником магии как мы увидели из той же четвертой книги она может еще и накапливать в себе магию следовательно она обладает неким подобием разума но только подобием это важно в чем точно заключается сила старшей палочки неизвестно но она считается самой могущественной быть может она служит очень мощным катализатором волшебства это как как пережатый шланг для потока воды благодаря чему-то бьет дальше и сильнее сравнение очень приблизительные но опять же думаю суть вы уловили однозначного ответа на этот вопрос нет вообще хочу напомнить что на многие вопросы заданные здесь однозначного или однозначно верного ответа нет особенно с учетом того какие именно вопросы вы задаете ну и также я могу ошибиться не забывайте об этом хотя конечно я стараюсь бить в цель и как всегда я делаю предположение там где на вопрос просто не может быть ответа в лоре ну просто никак вы сами это понимаете стало интересно как работает защита отталкивающая маглов на их действия и поражающие факторы тех же взрывов или выбросов веществ если у них есть защита от этого то при том же огромном взрыве пожаре водородной бомбе не останется ли зеленый клочок земли с хогвартсом или малфы мэннером по-русски что ли сказать не мог этим как он называет забыл поместье малфы фуа ну или косым переулком вокруг этого хаоса и его обязательно заметят отталкивающий чара не панацея а если нет то есть спутники да и все же особняки магов не в своих доминах как это любят описывать фанфиках чего блин странный опрос ни одна защита не дает стопроцентной гарантии я вообще не думаю что хоть какие-то дома волшебников кроме разве что государственных структур защищены чем-то вроде не знаю дефлекторного щита защищающего от повреждений обывателям на это как бы пофиг им это просто не надо мы же не расставляем вокруг своего дома противотанковые ежи ну так на всякий случай я вот например не расставляю так что будь спокоен если будет какой-то супер взрыв снесет всех включая магов при том даже тех кто дослужился защититься а уйти от взора спутников магам думаю будет намного проще чем кажется учитывая как техника любит магические помехи одного конфундуса вполне хватит лишь бы с орбиты потом не навернулся нафиг если после перемещения назад сломать маховик то что будет у тебя будет сломанный маховик лично я напомню что считаю все вышедшие после проклятого дитя включительно ересью и такой альтернативной вселенной где на правила мира наплевали с астрономической башни в каноне же маховик тебя никуда не возвращает ты проживаешь жизнь до момента отправки закольцовывая это событие вот и все при этом сломан маховик или не сломан неважно я бы даже сказал не страшно как создаются заклинания просто в принципу лукровки не говорится как и зачем северу снэп создал свои заклинания заранее спасибо ну точной схемы нет но в том же принце было сказано как снэп перевел немало бумаги прежде чем откалибровал заклинание леви корпус как именно они создаются придумать слово так чтобы она крелировала сутью заклинания это лишь пол дела нужен еще и скажем так мысленный настрой на эффект как минимум чтобы ответить на вопрос как сдаются заклинания надо сперва ответить на вопрос что такое заклинание она это способна лишь сама роулинг была способна во всяком случае после последних фантастических тварей я окончательно укрепился в мысль что она похоронила свой мир к какой силе маги обращается когда пользуются магией вот патрон он зависит от сильных положительных эмоций запрещенные такие как авадо кедавра от негативных авадо кедавра кстати через и написано ну да ладно не только же от эмоций зависит успех произношения колдовства тогда уже заклинаний это зависит от самого заклинания к примеру билатриса сказала поттеру что для применения круциатуса он должен действительно хотеть причинить страдания то есть нужно острое желание сделать человеку больно следовательно универсального ответа нет этот вопрос хорошо бы задать преподавателю хогвартса или любого другого волшебного учебного заведения про призраков и полтергейстов это разные сущности как минимум полтергейсты прекрасно взаимодействует с физическим миром пив свон люстру откручивал а привидение от отпечаток души сквозь стены ходят хотя вроде они могут есть был же пир но шло конкретное разделение привидений полтергейстов да я это понял в одном из прошлых выпусков я ошибся на этот счет в качестве извинения выпустил ролик из рубрики мистериум под названием некромантия мира патрианы там я обозначил подобный факт и не только его ну и пустился в пляс предположениями говорят получилось немного жутко я старался является ли крестраж законным то есть например если маг разорвет душу и по сути станет бессмертным будет ли его преследовать министерство магии но опять же это надо смотреть законодательство каждого государства где-то он может быть и вне закона в британии скорее всего он не вне закона ибо тогда бы об этом сказали бы в книге при его упоминание я думаю расчет сделан как на то что добраться до таких знаний весьма проблематично так и на то что кому вообще придет в голову так уродовать себя как мы увидели далеко не всегда эти моменты кого-то останавливают вот ответь приколы со временем здесь работают как в докторе кто и еще каким образом палочка получать волшебные силы каким-то обрядом несмотря на то что я сам являюсь фанатом доктора кто оглядываться на него в этом плане абсурд игры со временем в той вселенной содержат столько косяков что они исчисляются уже наверное сотнями там все настолько доведено до абсурда что на это уже просто никто не обращает внимание ведь это одна из фишек сериала что-то палочки то на этот вопрос ответа нет уверен даже мастера волшебных палочек этого до конца не знают но возможно и правда подобие жизни в них вдыхается посредством некого обряда или тайного заклинания а как магия конфликтует с электроникой в хогвартсе но при этом присутствие дамблдора сильнейшего мага столетия электроника не сходит с ума и или не сгорает и как это может работать допустим если забегаловки передрались главные герои и пожиратели то почему всякие кассовые аппараты электрические или электрическое освещение не отключилась и еще вопрос что может произойти если человек переместиться во времени в место где в прошлом стояло дерево или стена здесь дело не в наличии колдущего мага от магических помехах хогвартс это огромная территория на которую наложено целые прорвы заклинаний в том числе и дезориентирующих защитных и прочих одновременно с тем там единовременно колдует целый орд волшебников от того и помехи наличие одного мага никак не испортит технику иначе в районе жилища магов маглов и вообще бы не было ведь не телевизор и не электричество бы там тогда не работало что до перемещения во времени это очень частый вопрос для всех вселенных где есть такой момент он объясняется индивидуально каждым автором тут точного ответа не дано но можно предположить что волшебный артефакт специально делает так чтобы маг не впечатал сам себя в стенку или в дерево что такое артур сделал с фордом что не только стал летать как например мотоцикл сериуса но еще обрел сознание я не думаю что это сознание помните момент в пятой книге когда статуи домовика кентавр и волшебника также стали двигаться они защищали дамблдора защищали гарри они после схватки аплодировали дамблдор в конце концов было ли это сознание нет не думаю скорее просто набор определенных условно говоря программ связанных с личностью околдовавшего их можно предположить так дамблдор избегал тщеславия но был горд собой и своим могуществом это факт и это не недостаток тем более там было чем гордиться в итоге статуи аплодировали его победе артур визли всегда был самоотверженным и смелым человеком поэтому околдованный им форд пришел на помощь детям в лесу как ты думаешь может ли в теории магический фактор ужиться с техна с техногенным магловский в плане технологии невзирая на запреты правила и как может выглядеть подобный гибрид конечно может в одном из роликов я высказывал предположение что однажды волшебники научатся экранировать колдовские помехи и изобретут полноценный гибрид по факту уже сейчас мы имеем хогвартс экспресс мотоцикл sirius а форди картура ночной рыцарь и в какой-то степени даже делюминатор ведь он взаимодействует не только с пламенем но и с электричеством и это только в британии других странах могут быть еще подобные гибриды я даже уверен что они там есть это вопрос даже не столько рвение к подобного прогресса сколько вопрос желание двигаться в этом направлении сами же знаете отношения с маглами у магов не всегда ровные приятные а консерватизм волшебников даже во времена телефонов заставляет их использовать почтовых слов это конечно антуражника так но неэффективно зачем хогварте такая личность как филч все что он делает это шугает детишек так зачем он ну филч за многие годы работы хогварте выучил практически все потайные ходы если не вообще все недаром же дети даже замечает как он может быстро перемещаться по замку а главное неожиданно так найти выныривать из-за спины если бы не кошка который его выдает не факт кстати что случайно он бы вообще подкрадывался сзади на цыпочках и делал бы бу ученикам да он тот еще перец вредный до нельзя но сам подумай он сквип среди колдущих детей а дети они жестокие часто ведут себя хуже зверей на шалость которая у них занимает насти долю секунды для взмаха палочкой филч тратит часы трудоемкой работы и беготни по огромному замку такое знаете добродушие не добавляет конечно это не оправдание это лишь одна из причин стать таким уж к старости так точно и поэтому я не понимаю за каким таким в последнем фильме вставили сцену где макгонагал на него прикрикивает оскорбляет в книге ограничились одним словом болван если я правильно помню но в такой ситуации когда вот-вот начнется бой насмерть это нормально как володя смог убить крестраж в гарри с помощью авады кедавры очень странный вопрос заклинанием авады кедавра он уничтожил сосуд души без возможности его восстановления люди же не оживают после убийства вот так и убил гарри ожил не благодаря крестражу а благодаря тому что погибла именно часть души а не он сам существует ли заклинание для изменения внешности навсегда чтобы не превратиться в другого на час другой а именно навсегда типа пластики ну а таком информации нет возможно существует заклинание иллюзии на вроде той что носит трендуил фильме про хоббитов но чтобы полной трансформации нет не думаю иначе бы вопрос о шрамах билла бы не встал как вопрос возможно о шрамах драко после сектом сэмпры и тем более об увечьях даже не а шрамах а ластера грюма является ли первого фокса и любого феникса редким материалом для палочки второй вопрос если слезы феникса могут исцелить раны то почему дамблдор не попросил фокса плакать на руку да является фениксов может достаточно в мире однако это разумные создания пусть и не такие разумные как люди нельзя просто поймать их с очком и выдрать перо они сами его отдают как отдал свое фокс для палочки гарри в целом это не сказать чтобы прям раритет но да редкая вещь но это не важно пусть там даже перо феникса палочка ведь должна еще подойти хозяину что до слез феникса то они не панацея защитные заклинания на кольце волдеморта это крайне могущественная черная магия тут ни слезы феникса ни бадьян не помогут тот же активированный уголь отлично очищает желудок но против цианида он бессилен здрасте куда ушел слизерин после ссоры с другими основателями эту я не знаю мне не удалось найти никакой сторонней информации на этот счет это одна из загадок меры патерианы которая так загадкой я думаю навсегда и останется вне вопрос как володя получил свою змеевидную внешность он получил ее после создания крестраж змеи или это неудачная попытка стать анимагом я уже говорил об этом если не ошибаюсь в первом выпуске дискуссионного клуба там мы со зрителями даже вроде спорили на этот счет я придерживаюсь мнения что именно трансформация при возрождении сделала его таким ибо согласно описанию шестой книги в кабинете дамблдора он был не таким каким стал после возрождения хотя и во многом уже похожим так что да первым делом в голову приходит трансформации при перерождении однако наверняка никто не скажет ну кроме роулинг не могли бы вы сделать видео про мародеров и почему им никто не сказал что означает это слово поскольку в школе довольно много маглорожденных и почему никто не остановил их когда они издевались над снэпом на пятом курсе и до этого и также хотел бы спросить почему это не сделала лили они же вроде друзья детства но при этом она ничего не сделала потом еще обиделась когда северус обидел ее на эмоциях я думаю что в английском языке это слово носит несколько иной оттенок нежели в русском у нас так называют тех кто как падальщик растаскивают чужое добро кто-то с поля боя кто-то из покинутого дома ну и так далее касаемо издевательств над снэпом ты сейчас рассуждаешь сидя дома судя по написанию же извини ты сам еще школьник я же школу уже закончил и не смогу точно воспроизвести все тамошние настроения то есть что ты что я мы оба рассуждаем в тепличных условиях а школа это отдельный социум причем детский а дети очень жестоки а самое главное у них еще не достаточно знаний и жизненного опыта чтобы поступать разумно тем более в таких сложных ситуациях где все на эмоциях во первых я конечно могу ошибаться но считаю что вот это вот черта разобщенности когда только я личности только я имею значение не буду никуда лезть это не мое дело это присуще в первую очередь инфантильным людям то бишь детям часто ли у вас в школах кто-то заступается друг за друга особенно в старших классах все считают правыми в первую очередь себя во вторую тех кто сильнее а сильнее в этом случае были мародеры и перейти на дорогу значит создать врагов ну и кроме того я думаю уж некоторые точно знали что этот конфликт тлеет уже не один год и я сильно сомневаюсь что северус тоже не делал какие-то подлянки этой компании даже я так сказал он наверняка их делал и в книге на это давались прямые намеки хотя ни тех ни других это конечно не оправдывает правильно ли поступила лили нет конечно но не потому что не заступилась так как стоило бы а потому что именно она с большой вероятностью разболтала заклинание северуса этой компании помните какая ярость была на лице взрослого снэпи когда поттер попытался ударить о сектун сэмпрой это все из глубины веков идет да вообще в этой ситуации нет однозначно правых и невиновных все виноваты грустная ситуация именно она привела к тем результатам что мы видим проявивший трусость и снедаемые сомнениями люпин остался один в полном смятении думая что сириус убийца на задворках жизни самоуверенный жестокий сириус поплатился за эти качества аскобаном джеймс жизнью своей и собственной семьи северус жизнью полной безответной любви и страданий по прошлому ни в чем не виноват тут только гаррия так всегда бывает родители косячат дети расплачиваются но это уже совсем другой разговор если вулканическая лава не может разрушить крестра что почему володя не прятал артефакты вулканы достать их оттуда было бы не так то просто ему это не пришло в голову книги делается на этом акцент да и в моем ролике про лорда волдеморта или про некромантию мира патриана я также делаю упор на этом сознание лиги и повреждается зацикливается на каких-то мелочах в данном случае волдеморт был настолько тщеславен что во что бы то ни стало хотел разместить крестражи в местах связанных славой таких как грингоц или хогвартс либо же в местах значимых для него вроде пещеры или выручай комнаты как вам такая теория надзор работает только на палочке несовершеннолетних волшебников для отслеживания же без палочкового детского колдовства несовершеннолетних существует отдельное заклинание аргументы убийство предположительно волдемортом семьи рэдлов на применение абада несовершеннолетним авроры не слетелись как мухи хотя тот колдовал вне домом раксов и чужой палочкой что интересно коллоство несовершеннолетнего не засекли даже когда он долбанул оглушающим морфина а ведь у него точно не было детей поттеру ничего не было за надутую тетушку и побег от правосудия фадж не идет на прямое нарушение законодательства зачем ему но вот если министерство самого начала известно что палочки поттер не пользовался то и нарушений нет он не может контролировать детскую магию а в должники попытаться заполучить любимчика дамблдор ничем не рискуя не прилагая василий сам мэрлин велел добби не аргумент у него своя магия не будет ничего удивительного что он мог сделать так что его чары левитации в доме поттеров попадали под надзор тем более что он намеренно подставлял гарри да и проверка и палочки никто не озаботился в обоих случаях хотя это надежный вещдок артур 4 книги колдует доме на тисовой улице тут очень много написано откровенно говоря сумбурно ребята я вот такие вопросы пишите очень сложные вы поймите я их должен буду прочитать то есть я не завучиваю этот текст это на селе не просто короче смотри давай по порядку чтобы не запутаться во первых магию эльфов все же засекает как засекли во второй книге во вторых засекает сам факт колдовства но они не знают кто колдует еще на судилище в пятой книге было сказано что в литл викинге больше нет колдущих личностей только мальчик гарри которому колдовать нельзя определили заклинание сопоставили факты и вот готовое решение никто не говорил что эта система совершенна надувание тетушки с рук спустили гарри намеренно напомню ситуацию сбежал убийца он охотится за гарри гарри сбежал где он шляется хрен его знает того и гляди наткнется на блэка к слову он как раз таки наткнулся если бы блэк был убийцей гарри был бы уже мертв на минуточку и поэтому все стоят на ушах ну вот гарри находится и по сравнению с этим вот эти все надувание тетушек это сущий пустяк который тут же заминает ведь фаджу меньше всего нужны дополнительные разбирательства на фоне того что сбежал впервые за всю историю убийцы с искобана для политика это крайне серьезный удар по репутации он весь на нервах а тут еще и это следующая ситуация начала пятой книги дементоров прислала долорес и я не уверен до конца что совсем уж в тайне от министерства ну может и в тайне фиг его знает так или иначе все министерство по указке фаджи стояла на ушах ожидая хотя бы намека на повод для исключения гарри школы надо ли говорить что они пристально следили за территорией если бы не план дамблдор описанный большой игре да и очевидный как по мне в принципе план фаджи бы удался ну потому что додавливать испуганного мальчишку в зале суда это тебе не с дамблдором тягаться что до морфина то все уже знали что морфин часто колдует к тому же вон совершеннолетний министерство уже не может бегать по каждому случае колдовства где бы то ни было вне дома как то вообще свет представляешь магов то вон сколько и они не ограничиваются магическими поселениями так что система это несовершенно но имеем что имеем думаю на сегодня хватит как уже сказал в начале тем кто любит диск-клубы будет проще послушать несколько коротких роликов чем один длинный а вопросов еще осталась гора так что до встречи следующем дискуссионном клубе который уже совсем скоро и конечно не забывайте мыть руки перед колдовством